Всем привет, с вами Игорь. Сегодня покажу свой коллектор, как работает почти в середине апреля. Скоро он, в принципе, уже и не нужен будет, но сейчас еще нужен. Сейчас хотя и солнечно вот так вот. Вот, и вроде бы и тепло, но ночью мороз и холодно. Даже, я бы сказал, очень холодно. Каждую ночь у нас мороз, хотя уже, я же говорю, почти середина апреля. Но какая-то весна очень холодная, поэтому коллектор сейчас помогает панельке и коллектор солнечный подтапливать помещение. Тепловой насос я даже практически и не включаю. Когда солнечные дни, хватает этого коллектора и панелей, чтобы нагреть дом. И даже на ночь хватает. Но сегодня я не об этом. Сегодня я хочу рассказать немного о своих наблюдениях, так сказать, о саморегуляции солнечного коллектора. Вот все думали, что, и я тоже думал, что весной, когда будет больше солнца, теплее станет, то в коллекторе вообще будет зашкаливать температура. Но этого не случилось, что интересно. И я думаю, это от того, что солнце стало выше. Просто оно стало выше. Вот оно, видите, где стес. Сейчас, ну, не прямо над головой, но под таким довольно серьезным углом оно сейчас светит. Можно увидеть, под каким углом. Вот по вот этой вот торчащей штуковине, да. Вот. Оно сейчас, у меня сейчас получается максимум. Так, если по горизонтали посмотреть, то оно прямо сейчас светит. Коллектор под 90 градусов. А если по высоте, то вот видите, да. Где тень его падает от этой штуки. То есть тень опустилась. Ну, естественно, солнце поднимается, тень опускается. Вот. Поэтому, как бы уменьшилась, ну, так сказать, образно говоря, уменьшилась площадь коллектора. Как бы. То есть его тень от солнца уменьшилась. Ну, естественно, уменьшилась и нагрев. Я думаю, по этой причине. Плюс еще сам поликарбонат. Если на него солнце не светит под прямым углом, точно в двух плоскостях под прямым углом, то он тоже сильно задерживает солнечный свет. Вот эти вот перегородки там. Вот это его, конечно, такой вроде и недостаток. Но в этом случае, в моем сейчас, вот это и хорошо, что он не перегревается. Сейчас пойдем посмотрим в дом, какая температура. Сейчас максимальная должна быть. Так, вот, я уже возле своего терморегулятора. И он у нас сейчас показывает 70,5 градусов. Вот. Это я наблюдаю эту температуру. Вот уже какое-то время она уже перестала расти. Ну, она немного прыгает. Там 70,4, 73, 75, 76. Может быть, это этот терморегулятор такой точный или от ветра. Ветер немного подул, поликарбонат охладил. Хотя поликарбонат очень теплый. Он там пятислойный. У меня есть видео, кто не видел. Смотрите там. Он зимой, это вообще вот этот поликарбонат супер. Вот. Так что получается, что зимой у меня даже температура в коллекторе была выше, чем сейчас. Весной. Вот как ни странно. Я думаю, что это от этого, что поднялось солнце. Вот. И сам поликарбонат не так стал пропускать. Ну, что под углом уже и так, и так под углом светит. Поэтому она вот больше 70 я не наблюдал. Вчера была вообще максимальная 69, 68. Вот. Сегодня 70 максимальная. Вот. Хотя зимой в ноябре, в декабре я видел даже и больше 75 и больше градусов. Ну, это тоже, конечно, много. Но хорошо, хоть он не перегревается. То, о чем и я переживал, и там многие мои зрители тоже говорили, что ж весной будет. Ну, а вот весной, видите, больше 70 и не поднимается температура. Оно как бы и хорошо, потому что день сейчас намного длиннее стал. Вот. Он, так сказать, коллектор работает много часов. И этого вполне хватает, чтобы нагреть дом. Даже перегреть, я бы сказал, дом. Вот. Вот отсюда у меня выходит такой теплый, это уже даже не теплый, это уже горячий, наверное, воздух. Вентилятор я еще не поменял. Вот. Лежит он у меня пока что. Вот такая вот улиточка у меня есть. Буду ставить. Надо еще блок питания мне. Ну, там еще много чего надо, короче. И главное время. Время вот на все просто не хватает время. Вот. Хотите верьте, хотите нет. Но вроде бы есть и то, и другое. И как бы собрать это все можно. И другое собрать. И там еще какие-то у меня проекты и планы. А вот времени просто не хватает. Вот самое, я вам скажу, дефицит. Вот у меня, я думаю, многие согласятся, это время. Просто время, что его нет на все это. Что-то там переделывать, собирать. Вот это, ну, что и работа, и огород, и все такое. А вот. И как-то так оно получается, что времени на все не хватает. Вот. Ну, вот. Сегодня вот хотел показать такую вот саморегуляцию солнечного коллектора. Да. Что весной, как оказалось, то, что я думал, что будет перегрев там заоблачный, за 100 градусов, но этого не получается. Как видите, 70 градусов максимум набрал он. И уже, уже сейчас почти сколько там, полтретьего, три часа уже. Ну, уже начнет падать понемногу температура. Очень медленно, так, по каким-то там десяткам, по градусу, там, по чуть-чуть, по чуть-чуть начнет падать, уменьшаться к вечеру. Но вот работа именно стала намного больше, работа коллектора длиннее. А таких вот заоблачных температур я уже не вижу. Вот это мне нравится. Интересно, да, что вот даже зимой, когда вроде солнце так слабо греет, но оно прямее светит на коллектор. Я и вы видели тоже, 75 мы видели даже, и больше я видел сам даже градусов. А вот сейчас, видите, вроде и на улице, ну, как, на улице сейчас градусов 12, где-то так, 13. Ну, прохладненько так. Если в тень даже встать, то вообще холодно. На солнце так еще более-менее. Но перегрева, ну, как бы такого нет уже, да. То есть коллектор, он хорошо греет. Но я еще сделаю, подытожу, так сказать, в конце отопительного периода, как это мне отопление коллектором по сравнению, например, с панельками, там, все такое. Опыт, так сказать, озвучу использование за эту зиму. Там плюсы, минусы, что надо поменять. Это я еще видосик такой сделаю. Вот. Ну, вот такое вот дело, видите, да. Ну, то, что интересно, что, я же говорю, ноябрь, декабрь, такое вроде бы солнце слабое, как бы, низкое. Но, тем не менее, оно нагревало коллектор больше, больше даже, чем сейчас. Вот, ну, я думаю, что это угол поменялся сильно. То есть, ну, вот это вот, мне кажется, оптимальный угол, это вертикальный, строго вертикальная установка коллектора. На стену дома или, например, там, как у меня на фронтоне. Вот. Ну, самое такое оптимальное решение. Ну, на крыше это было бы, я же говорю, во-первых, там и поликарбонат побился бы градом. Я так думаю, ну, возможно, такое вообще было бы, если на крыше его было поставить по каким-то углом. Вот. И снеговые нагрузки. Плюс сейчас бы он дико перегревался бы, а зимой он бы и не догревал бы. Вот. Ну, что зимой солнце практически стоит на горизонте. Оно высоко совсем не поднимается. Оно сбоку, можно сказать, светит. Поэтому я думаю, что это самое оптимальное решение, вертикальная установка коллектора на стену или фронтон южной стороны. Ну, южной или у кого-то, как получается, там, юго-западной, как у меня, вот, например, юго-западная сторона получилась. Вот. Даже, наверное, юго-западная лучше будет. Ну, что оно, как бы, с утра он немного обмороженный такой, виние коллектор и все такое. Он не очень греет. А вторая половина дня, как бы, лучше. Что интересно, для панелей лучше, наверное, юго-восточное направление для работы, да? Ну, что им холодней надо, чтобы было с утра для большего КПД. А для коллектора, получается, что лучше немного юго-западней, как бы. Вот. Ну, ладненько. Пишите, что вы об этом думаете. О этой такой, даже, непредумышленной саморегуляции, которой я даже и не ожидал. А вот. Всем пока. До следующих видео.